Всем-всем-всем привет! Это я. Опять я в настроении с вами поболтать. И сегодня я хочу рассказать вам о своей работе в отеле. Меня спрашивают, что и как, что ты там делаешь. Я, как по-русски сказать, я управляющая там. Нахожусь на фронт-деске. Я делаю резервейшн. Если кто-то позвонил, кому-то нужно остановиться в этом отеле, я резервирую для них номер. Потом некоторые приезжают, некоторые уезжают. Мне нужно делать туда всю документацию. Вся документация у нас проходит на компьютере. Абсолютно все от и до. Мы абсолютно исключили любую какую-то бумажную работу. Поэтому вся информация, все операции у нас через компьютер. Единственное, что люди, которые уезжают с отеля, им нужны чеки. То, что они заплатили за отель, по разным причинам им это надо. И я должна всю эту информацию распечатать с компьютера, им отдать. Потом я слежу, чтобы, конечно, был порядок. Девочки, которые там у нас убираются, я должна за ними проверять, чтобы все было как надо, чтобы все было чистенько, чтобы было все красивенько. Ну и в основном моя работа, конечно, сидеть. И приветствовать всех наших посетителей. Как говорится, я — это первое лицо, кого они видят. И это очень важно. Я даже по себе знаю. Когда, например, ты приходишь куда-то, или в тот же отель независимый, или в какое-то медицинское учреждение, в какой-то офис, и сидит ресепшенист. И если она добродушная, с позитивным настроем к тебе, хочет помочь тебе, принимает участие какое-то в твоих настроениях, в твоей жизни, жизнь становится лучше. Ты прямо чувствуешь, тебе хочется идти на общение, тебе нравится это место сразу. Когда ты приходишь куда-то, и у тебя там сидит гримзятина какая-то. Например, как я сходила к дантисту. Я решила сходить к новому дантисту, и там сидят девочки молоденькие на ресепшене. Ну, слушайте, ну это же так же нельзя. Они такие молоденькие, но такие негативные. Это ужас какой-то. Я не знаю, что у них в жизни так все плохо. Но вот две сидели, вот что одна, что вторая. Они ни разу не улыбнулись. Они были неприветливые. Вот видно было такое чувство, что ты что-то у них спрашиваешь, как будто ты их там беспокоишь. Чем они были заняты, я не знаю. В общем, вот это первое мнение очень важно. Поэтому я всегда себя ставлю на место других. И не забывайте, что в нашем отеле не просто люди, которые приехали отдохнуть, а это родственники, друзья, в основном очень тяжело больных людей, которые находятся, сами пациенты находятся в госпитале. А эти все их родственники приезжают, останавливаются у нас в отеле. И я слышу очень много историй. Они мне рассказывают про своих родных, что с ними случилось. Вот, например, сегодня, когда я работала, там, мужчина с маленьким мальчиком, которому три годика. Они у нас поселились на неделю, потому что его жена лежит в больнице. С ней случилась такая вот печальная история. Она была беременная. Они ждали второго ребеночка. Им только сказали, что это будет мальчик. И она, по-моему, была где-то на шестом месяце беременности. И у нее от беременности случилась прекламсия. Прекламсия по-русски, я не уверена, что я знаю, как это называется, но суть такая, что во время беременности у женщин очень часто на этой почве повышается кровяное давление. И у нее повысилось кровяное давление до таких цифр, что зашкаливало все показатели. И у нее случился буквально строк. Строк – это кровоизлияние в мозг. И она у нас лежит в коме. Врачи усиленно над ней работают. Сегодня он мне сказал, что они дали ему положительные прогнозы на будущее. Я очень рада. Вот такая вот одна история. Вторая история, пожалуйста. Сегодня дядечка был такого среднего возраста, у него жена лежит в больнице. Она попала в аварию. Тоже лежит в коме. Он живет у нас, потому что они сами где-то 3 часа от наших районов живут. Хороший дядечка, вот он мне рассказал историю. Потом он пошел на кухню. У нас есть кухня. Все наши постояльцы могут там кушать. У нас есть еда, все необходимые предметы. И он что-то готовил себе на завтрак. И, наверное, задумался. И очень сильно порезал себе палец. Он приходит ко мне такой растерянный. У него кровь хлыщет из этого пальца. А у меня, я сижу на ресепшне, у меня ничего нет. Я, мисс сестра, я не могла ему оказать помощь. Вот это очень интересная тема. Я в следующий раз, когда увижу свою начальницу, я хочу с ней поговорить на эту тему. Потому что я сидела, я себя чувствовала абсолютно helpless, как говорится. Я не могла ему помочь. У меня ничего не было под руками. У нас была там аптечка, в аптечке пару этих пластырев и таблетка аспирина. Все. Вот такая вот аптечка была. Я не могла ему остановить кровотечение. Я не могла ему перевязать, потому что там не было бинтов. И он очень так растерялся. Он говорит, что мне делать? Что мне делать? Я оказала ему первую посильную помощь и отправила у нас совершенно рядом, там, скорая помощь, рядом с нашим отелем. И вот он пошел просто провериться. Я не знаю, насколько глубока была рана. Ему можно было или нанести такой у нас специальный клей есть, который используется при порезах. Ну, а если очень сильный порез, то ему там, наверное, пару шопчиков должны наложить. Но это еще не все. Вот. А самый главный случай, который сегодня произошел, конечно, меня поразил до глубины... До глубины, я не знаю, чего, души. Молодая женщина. Ну, я не знаю, может быть, ей лет 30. Типичная американка. Очень такая высокая, очень большая. Большая во всех отношениях. Вот представьте себе, большую. Она была большая. У нее лежала мама в больнице. Мама была с сердечным приступом, потом ее парализовала. В общем, в очень тяжелом состоянии мама. Эта дочка сняла отель, по-моему, на 10 дней. И случился такой казус. Наша девочка-уборщица, которая убирает в отеле, она сегодня с утра решила убрать нашу кухню. И у нас там находятся два холодильника, в котором наши постояльцы могут хранить еду. Как говорится, в каждой комнате есть холодильничек. Но! И также на кухне есть большие холодильники. И людям, наверное, удобнее. Они покупают себе еду и хранят эту еду в больших холодильниках, потому что на кухне. Как говорится, ты пришел, с холодильника вытащил, там порезал себе, я не знаю, что-то приготовил быстренькое. И эта девочка-уборщица решила сегодня навести порядок. Она залезла в эти два холодильника. Посмотрела, ей что-то не понравилось. Она подумала, что вся еда абсолютно старая. Ей не понравился запах. Ну, на вкус и цвет товарищей нет, как говорится. Эта девочка сама приехала с другой страны, очень экзотично, я даже не помню. И поэтому я уверена, что у нее пристрастия в кухне и в диете совершенно другие, нежели у американцев. Но, короче говоря, ей не понравилось, что она там увидела. И она все собрала и упаковала в помойный пакет и все это выкинула. Там не один пакет был, там было три здоровых пакета. Она все это убрала, навела порядочек, помыла все. И приходит эта вот молодая дама, у которой мама лежит в больнице, и смотрит, а ее еды нет. Боже мой, вы не представляете, какую она панику подняла. Вот это, пожалуйста, а-ля опять американский вариант. И не осуждайте меня, пожалуйста. Просто защитники ярые Америки и американок, что они умные и красивые. Пожалуйста, я с вами согласна, если это ваше мнение. Имеет место быть. Но сколько людей, столько и взглядов. Я рассказываю чисто свой. Вот, пожалуйста, пример. Молодая американка, она просто упала в истерику. Она рыдала крокодилями слезами. Она кричала. У нее была просто паника, что она купила эту еду вчера, а сегодня ее выкинули. Эта бедная девочка, уборщица, она вот такая вот худенькая, маленькая, такая темненькая. Она вот так вот в себя вжалась, бедная. Я пришла, как говорится, немножечко ее защитить. Я вошла в положение, мне было жалко и одну, и вторую. Я извинилась. И что в этих ситуациях мы делаем? Я сконтактировала своего директора, объяснила ситуацию. И в этом случае, если в отеле случилось что-то наподобие такого, и наша постоялеца недовольна сервисом, недовольна то, что случилось, мы ей компенсируем. Компенсируем как? Мы не берем плату за ее нахождение в отеле. Вот что и сегодня случилось. Она получила абсолютно бесплатный, как говорится, бесплатный номер в нашем отеле. Но у нее была неадекватная реакция. Я считаю, это ужасно. Опять-таки я, например, про себя, если я нервничаю, если я расстроена, у меня пропадает аппетит, я не хочу кушать. Есть, конечно, люди, которые наоборот. Но у нее, посудите сами, у нее мама лежит в больнице. Мама очень тяжело больна. Мне кажется, все мысли, вся твоя энергия должна быть там. Ты должна быть там. Как-то морально или физически помогать там. А она в этот момент думает о еде и так расстраивается. Для меня это непонятно. Я этого не понимаю. Но тем не менее, вот, пожалуйста, вам пример из жизни. У нас сегодня случился такой случай. Мы его разрулили, мы его разрешили, и она такая осталась, мне кажется, хаппи. Ей понравилось наше решение, что мы ей предоставили бесплатный номер в отеле. Так что, вот такие вот бывают у нас истории. Кому понравилось, хотела бы от вас услышать. Кому не понравилось, тоже хочу вас послушать. На этом я с вами прощаюсь. Это была Кэт из городка Вискосвилл. Всем-всем хорошего дня. Па-пай-пай-пай! Па-пай!